здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина знакомлюсь с бобиной пряжей если есть интерес присоединяйтесь я знаю что среди моих зрителей есть как те кто очень хорошо ориентируется в бобиной пряжи и уже может многое рассказать девочки ждем вашего комментария возможно я ошиблась в спицах вообще каких-то выводов это же только первое впечатление а также есть те кто боится как и я очень долгие годы делать первые шаги в знакомстве с бобиной пряжей думаю тоже с вами мы посидим не без пользы речь сегодня пойдет о пряже бенгал я ее назову может быть надо с мягким знаком не знаю девочки вот это у нас пряжа которая имеет в своем составе так я сейчас поставлю чтобы вы любовались а я говорила baby альпаку 37 процентов хлопок 45 меринос 8 и по 10 цвет медово-зеленый серый серый такой темненький что он прям вот косит под черный каждый раз когда я выбираю пряжу руководствуюсь только одним хочется повязать из чего-то новенького из того что я пока еще не трогала научили вы меня спасибо обращать внимание на макушке бобин они о многом могут рассказать я это теперь с огромным удовольствием делаю кто-то мне написал тань а вы прямо в первых строках видео говорите ваши не ваши брать не брать моё это не моё я скажу а брать не брать девчата это такое дело это моё ну вот здесь вот понимаете с этой бобинкой я купила еще две и образцы лежат сухну давайте к ним в гости сходим это будет небольшое лирическое отступление но мы же здесь собрались любители пряж нам все интересно так вот еще одна бобинка да готовятся они у меня к съемке это уже даже два раза вы стирана это я еще постираю только в руки взяла только вязать начала поняла моё моё и прямо такое ощущение надо скупить всю пряжу который только есть магазине ну прям выше пришлось расскажу чуть позже когда я стала вязать вот из этой бобинки думаю ну куда смотрели мои глаза когда я вообще выбирала настолько я как бы то мягко сказать изнервничалась пока вязала образец что не просто не могу назвать мое как бы тут помягче выразиться вообще даже не знаю но когда связала образец когда я его постирала когда меня уже радует его очень жаль что вот это вот мерцание не может так товарищ а ты подсох тебя можно уже снова стирать снова здорово а вот тут немножечко видно какая нежность какая прелесть и я уже забыла какие плохие отношению у нас были пока мы вязались причем что на дереве что на металле так это я вам все расскажу в следующем ролике так что брать не брать моё не моё если уж один человек в рамках разных пряж сто раз мнение поменяет только рученьки могут это сказать и рассказать возвращаемся к нашей пряжи героини сегодняшнего ролика если разобрать нашу ниточку на запчасти то мы увидим вот такую красоту которая в свою очередь это вот хорошо видно на зеленом цвете тоже делится на атомы и молекулы и вот вся эта красота сливается воедино я не скажу что здесь какая-то прям такая огромная скрутка здесь вот такой свободный творческий полет танец нескольких нитей что касается подбора спиц у бобинной пряжи для меня и как для кого это конечно еще та игра забавная кто-то просто ориентируется на моточную пряжу ищет примерный состав моточная же написано метраж да и рекомендуемые спицы когда-то это проходит очень даже подходит этот номер спиц когда-то ну не тот случай что называется я всегда ориентируюсь на вот ручки хотя до этого и после этого может быть большая разница из-за пропитки из-за раскрытия не так но как здесь я поступила да все равно образец покажет на правильным путем или не на правильном я начинала стройки потом медленно переходил на 325 и на три с половиной у меня все эти вот записи здесь имеются я кстати елочка назвала эту пряжу елочка ментол и искрак у меня вот уже все так сказать размеры потом еще после этого дух сегодня вот про елочку и здесь мне было очень удобно при этих номерах когда я перешла на 375 я понимаю что вроде как зыбковато что ли до такой как бреди некий идет игру это же бобинные пряжи татьяна сейчас после стирки как все раскроется и мы посмотрим что это маловато вот это самое то что я хочу сказать если я так и буду вязать в одну нитку я еще пока не знаю не знаю мне вот такой исследовательский интерес и скорее чем что тут связать до брала на плечевое изделие сейчас уже подумаю о палантине это такая красота то кстати вот в одну ниточку взять вполне здесь не о двойке речь идет в прямой плотности а спокойно три даже немножко плюс вот 3 и 325 даже три с половиной если плечевой это наверное 3 325 года палантин три с половиной это вполне вот на мой взгляд уместно рассмотрим поближе резинка 1 на 1 2 на 2 по просьбе зрителя я обе резиночки как смотрится не держит ни та ни другая как смотрится связано на тройке дальше пошла лицевая гладь ну такая красавица при таком меланже ну что еще надо кстати вот меланж я полюбила благодаря тоже итальянской бобинной пряжи моем представлении из детства меланж была был всегда связан как-то с бело-черным серым но он тоже разные что и говорить я не спорю у меня тут вот на сегодняшний ролик приготовлены кое-что и среди кое-что я сейчас возьму вот этот образец мне кажется еще при первой покупке здесь была пряжа от которой я обалдел тоже здесь разные спицы как сейчас помню я как-то все-таки люблю образец вязать одними спицами как девочки то они победы над разными ну не знаю и вот как пряжа называется я не вспомню я лучше поставлю фотографию среди бобины же много стока я не понимаю как стоковый не столько ничего не понимаю совершенно потихоньку познаю и вот тут меня привлек тоже цвет из трех был голубой олива и что это там может быть намешано а какая прелесть джемпер мышонок был у меня связан и подарен и вот с тех пор такие меланжи я люблю они очень деликатные очень красивые они как-то знаете способствует тому что немножко смелее становишься сам понимаешь что как-то вот нужно дерзать я во всяком случае говорю про себя и вот так же я выбирал когда рассматривала эти бобинки там был чудесный серо-синий цвет ягодный тоже но я остановилась между все цвета в этом плане мне очень просто и конечно подобные меланже да но не очень благородно на мой взгляд я отвлеклась и что хочу сказать тройка 325 несмотря на просвета так если показать да кто-то скажет дырочки еще что-то но мы по-прежнему будем стираться расправляться и так далее я не хочу вязать на двойке и на 275 вот три это вот предел для меня меньше не буду но и 375 мне показалось рыхленькая вот здесь вот хотя опять же вот в фазе ажура элементарного ничего вот резинка нет ну в общем моим ручкам и моим глазкам в дальнейшем понравилось 3 и 325 в комментариях если напишите то не обязалась такой-то пряжи ну допустим такими спицами я буду очень благодарна потому что люблю я люблю когда ассы в бобинном вязании можно не ассы первопроходцы делится своими впечатлениями то что сама очень долгое время сидела и боялась этой бобинной пряжи потом крутой не стыдно ли даже опыт если он иногда не совсем правильный я вот помню джемпер я его тоже подарила желтый полухлопковый я связала в две ниточки прелесть прелестная но если бы рискнула в одну это было бы еще и легчайшая вещь и давайте я вам покажу как мы выглядели до вто выглядели мы вполне себе симпатично просто конечно же такая некая кургузость присутствовала но оно и понятно когда я стирала образец я была уже готова к тому что ну какая-то пропиточка выйдет в воду цвет немножко отдаст очень часто вода меняет цвет и иногда очень сильно меняет вот достаточно вспомнить как я стирал и шапочку и жилет из великолепной бобинной пряжи меринос с кашемиром тоже познакомилась недавно я вот под новый год я бобинки покупал ой сколько там приходилось менять воду чтобы вот как-то ну и чуть чуть приблизить к прозрачность что ли а здесь вода изначально он такая я не скажу что на чем-то замутненная прелесть прелестное было вот процесс стирки данного образца что первый раз что второй это просто чудо и когда во влажном состоянии образец этот пух из него просто прет он такой великолепный он такой вот но я не знаю прикольный а когда высыхает он уже вот так не торчит он стелется он буквально этот пушок стелется я не знаю как еще выразиться но тактильное ощущение невероятное колется нет не колется абсолютно у меня это пряжа изначально когда я ее ждала боюсь что на тоника и так далее честно говоря я уже подготовила моточки которые сейчас у нас выступят выходят на арену здравствуйте я думала что и правильно думала что идеально это бобинка подойдет у меня к имеющимся моточкам которые ждут своей очереди то есть девочки вот все что могла сказать про пряжу удивительно которым не очень понравился я сказала а теперь пойдут мои творческие полеты мысли вслух если интересно оставайтесь ой подождите подождите я же про размеры не сказала забыла забыла голова моя садовая размеры практически не изменились до вто это было 23 на 19 после вот его 24 на 19 то есть можно сказать что по ширине прибавилось сантиметр я думаю просто расправилась пряжи так что мы можем достоинство записать еще и стабильность хотя конечно многое зависит от плотности вязания от рисунка и от выбранных спиц все теперь пошел творческий полет и так мы просто поиграем представим что может получиться если я соединю пряжу бенгал с вот этими прекрасными моточками папочкой смотаны мне кажется эти мотки невероятно похожи по цвету не распущенные пряжи это совершенно новые моточки за бабушку я им с мамой приносила чтобы они они за чувствовали свою нужность полезность потому что мама не всегда вязала из именно перемотных мотков и танчик давайте поможем перемотаем пожалуйста смотрите да кстати писать мне что как можно соединять такое с таким полный бесполезняк там где творчество там я не пробиваем и мои ошибки вот мои ошибки мои находки мои находки поэтому просто так пряжи шветорга давно мне была прислана 80 процентов мериносовая шерсть и 20 процентов шелка 50 граммов 200 метров спицы 46 вы представляете если я уже обнаружил что из бобинки могу спокойно вязать на троечке то есть можно соединить эти две прелести я не говорю что я буду соединять я просто говорю можно и вязать причем знаете так повысив самооценку мордовский дизайнер чем хуже итальянских на спицах я думаю пятерка пятерка с половиной может быть шестерка посмотрите какое полотно они друг друга не испортит конечно можно в две ниточки я просто смотрю такие варианты которые не в две нитки тогда как как же мне нравится когда смело все соединяют и вяжут мне кажется фантастика очень хорошо вливается этот свет был бы мохер таким цветом был бы там я не нашел таким цветом тоже все замечательно я те варианты которые имеются вопрос посмотрите какая прелесть это действительно на мой взгляд прелесть я обожаю смотреть вот а когда девочки на фоне бобин там стеллажей в бобинах магазинах бобинной пряжи начинают что-то вот так куролесить и показывать это вот не за я откладываю вязание и смотрю как завороженная если допустим кто-то хочет вязать в одну нитку но понимает что там допустим не любит на двоечке до их с половиной до троечки вот чуть-чуть не хватает той плотности того полотна которые видим да что-то или тончайший меринос или что-то я просто взяла лидию мою любимочку лидию здесь может быть нужно оттенок другой хотя как сказать вот этот оттенок он как выбирает себя и медовые и зеленые одновременно одну ниточку две ниточки лидии и вуаля у нас уже просто на чуть-чуть кстати отдадите здесь лидию вам кажется что леди а уже тройка не вызывает сомнений что мы взяли можно серенькую заису сколько цветов я уже забыл сколько здесь цветов мед серые зеленые и пожалуйста строчкой мы уже чувствуем себя более уверенно прелесть прелесть раз уж про мохер сказал у меня нет зелененького мохера здесь можно как в цвет войти так и оттенить пожалуйста мохер хотя с пушком здесь конечно нужно образец ну может быть мы этот пушок усилим может быть моего испортим может быть все что угодно а если мы возьмем допустим и мохер эту лидию о которой мы говорили да это я просто если хочется повязать и хочется немножко немножко спицы потолще все чаще пишут мне я понимаю у кого зрение спады хочется даже ли как быть не не любил процесс но начинаешь ориентироваться на результат потому что потому что зрение можно быть еще смелее телефон уже чумеет от наших с вами придумок недавно набрела на старый ролик там великолепные мастерицы женщина так смело все там ездить обставил с бобинками накручивает как мне это понравилось и особо там варианты да сочетать несочетаемые а я прям сразу это мое пряжу с букляшками они брали разную 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 у меня вот есть пряжа и достаточки тирола когда-то я экспериментировал вот наши образцы пришли на помощь из зеленой лидии так а почему у нас так с цветами то не очень вроде день неплохой но в общем вот это тиролинка так что за пряжа я помню здесь меринос хлопок мы тоже может быть образец есть я вот так покажу мне еще сереньком цвете есть это мягкость мягкая прелесть прелестная вот название по моему сейчас хорошо видно а там потом можно посмотреть кстати эту пряжу и вот который мы сегодня рассматриваем и вот этот мохерчик у меня остаточки прелесть прелестный везде уж я связал все это брал магазин итальянской пряжи в перми так вот здесь я тиролинку пробовала детскать колечки остаются где-то они приминаются зеленые лидии здесь я пробовала с какой-то коричневый лидии цвет так врет здесь я подыскивала даже уже не лидии я не помню искала варианты а потому что ниточка тонкая в конце концов остановилась на варианте в две нитки вязала с горловиной такой джемпер кокон я его не довязала подруга мне взялась зал носит это прелесть это конечно очень тонкое воздушное полотно если еще опять же рискнуть в одну нитку они дурить двумя я все больше и больше как то знаете отхожу от тонких ниток в плане зрения но все больше и больше признаю прелесть тонкого полотна вот если мы возьмем допустим пряжу смело мы возьмем эту букляшечку посмотрите какая прелесть в сочетании только этих двух ниток это уже своя прелесть мы можем взять лидию уже толще спицы ближе результат а какое какое полотно если такую пряжу взять уже в бобинке но откроем рот восхищаться будем надо быть смелее ну-ка еще где мы этом пряжи то первоначальное они даже вот на одной площадке лежат уже дружат махера не обижайся пушок есть и нам в других моментах пригодишься и вот так вот мы скручиваем и вы знаете берем уже самые толстюнные спицы и смело вяжем шедевр вы посмотрите какая прелесть как же здорово что сейчас можно что-то подсмотреть да и если в тебе какой-то дизайнер сидит еще и сомневается то он хошь не хошь выползает наружу хочется дерзать толстыми спицами быстрый результат кто любит ажурами кто любит гладь гладью потрясающе я считаю это просто потрясающе мне вот образец из этой пряжи да вот такие раньше образцы вязала он нравился тоненькая вещь тепленькая матовая не глянцевая а сейчас когда от расширяются границы познания да мне уже он скушен он мне уже скушен я давно миксую нитки ну просто не так смело может быть вот так же и швейторга пола ниточка сейчас уже не вспомню то надо брать мой кардиган шепот полыни мы с вами вместе назвали и там была ниточка вот такая она была простая и мы с вами смешали ее сам горушка до сих пор моя любимая вещичка и все заиграло то есть смешивать пряжи да но сейчас хочется быть более но хотя еще раз говорю саму по себе вот это полотно и настолько самодостаточное но если не хочется в две нитки если понимаешь что долго долго вязать в одну какие-то эксперименты можно позволить и уже совершенно другая вещь получится совершенно другая улыбнется даже самые серьезные вещи не хочу сказать что это образец другой он просто серьезен серьезен а вот вместе они спелись и показали но вот с букляшечка еще с чем-то это просто потрясающе в любых цветах это представить это уникальнейшая вещь быть вот так я люблю играться все больше и больше совершенно не жалеет вот ну прям вот пряжа конечно для творчества что надо закругляюсь показываю еще раз полотно рекомендовать не рекомендовать девочки это вы уже считаете сами я вот лишь знаю просто вспоминая себя когда вот сижу в кустах и так страшненько так хочется про бобинную пряжу конечно надо много читать я сейчас все больше больше узнаю о том о сем потому что вот составе baby альпака да как-то хочется сразу сказать что это там альпакушка состриженная в определенном возрасте а когда начинаешь читать вот здесь baby альпака думать в каком же возрасте тогда стригут там вот нате получите baby альпака это не пряжа из шерсти детенышей альпак до двух лет не стригут вовсе это очень просто тонкая шерсть вот какую определенную толщину baby все толще уже не baby это здорово я раньше ангорский кролик с ангорской козой путала и как-то мне хорошо жилось сейчас вот чем больше познаешь пряжу что бобинную что моточную в это все углубляешься какой приятный бардачок и конечно же границы познания расширяются может быть раньше нужно было решить но как-то был неактуально не знаю вот все что-то приходит своим чередом свое время к разным людям по-разному но вот я вам и рассказала о своем наиприятнейшем впечатление об этой пряжи очень довольна образец кстати связался тоже на одном дыхании чего я не могу сказать это пряжи белый до которые мелькала который я еще расскажу там не вытрепал абсолютно все что только можно вытрепать зато потом результат а здесь результат шикарный и вязалась легко мысли пляшут вот пять минут я хочу вязать из нее палантин потому что легче теплее элегантнее вещи просто нет на всем белом свете через пять минут я хочу какой-то наоборот очень легкомысленный кардиган и где я намешаю всего вообще все что только можно намешать наверное часть я вам только показала я же еще не все перебрала вот а когда мысли пляшут нужно остановиться только я знаю что такая вещь моих запасах это прелесть а вот варежки такие а шапочку а шарф чудо просто чудо я готова любоваться вот долго долго вот эта часть бобинки огромное спасибо за внимание мы добрый зритель и до новых встреч они обязательно будут